Мы рады приветствовать вас на ежегодном конкурсе медицинских сестер, а в этом году и медицинских братьев, которые проводятся по традиции более 15 лет. В нынешнем конкурсе приняли участие медработники пяти лечебно-профилактических учреждений района. Алексей Федотов, литбрат травматологического отделения Денцовской ЦРБ, Наталья Игнатенко, палатная медсестра отделения анестезиологии и анимации районной больницы номер 2, Лариса Морозова, медсестра Одинцовской городской детской больницы, Татьяна Участнова, участковая медсестра городской поликлиники номер 3 и Надежда Смирнова, палатная медсестра отделения новорожденных Одинцовского роддома. Среди почетных гостей замечены герой России депутат МОС облдомы Лариса Лазутина, заслуженный врач России, советник главы района Дмитрий Шмелев, председатель Одинцовской организации профсоюзов работников здравоохранения, заслуженный работник здравоохранения Московской области Алиентина Милинина. Без конкурса жизнь, она неинтересная, и любой профессии он нужен. В спорте есть соревнования, иногда вот этот подход раскрывает как раз многие-многие профессиональные качества. Жюри в составе руководителя медучреждений и руководителю управления здравоохранения района возглавила заслуженный работник здравоохранения Московской области Татьяна Медведева. Вы самые смелые, вы самые умелые, вы самые надежные. Удачи вам в этом конкурсе. Получив порядковые номера своих выступлений, участники конкурса приступили к выполнению первого конкурсного задания – визитной карточки, дабы рассказать о себе и родном отделении. После чего участники подошли к главной части конкурса – выполнению практического задания в рамках своей профессии. На этот раз жюри решила всем участникам дать одинаковое задание – наложить повязку Гиппократа, что и было с успехом выполнено. Лучшей признана повязка участковой медсестры поликлиники номер 3 Татьяны Участновой. Кстати, привычного для конкурсантов и болельщиков теоретического задания ныне не предусмотрено. Мы в этом году сделали наш конкурс по аналогии с областным конкурсом. То есть мы и компьютерную программу освоили, и предложили ее к изучению нашим конкурсантам, и провели этот конкурс в управлении здравоохранения. Все было совершенно достойно, честно. Каждый конкурсант садился и отвечал на вопросы, и компьютер оценивал ее знания. По итогам компьютерного тестирования, состоящего из 100 вопросов по сестринскому делу, победительницей стала все та же Татьяна Участнова, блестяще ответив на все вопросы. На три балла меньше у представительницы района больницы номер 2 Натальи Игнатенко, и на третьем месте за теорию оказалась медсестра роддома Надежда Смирнова. Впрочем, показать свою творческую индивидуальность смогли все в следующем конкурсе, где, безусловно, родильный дом, как всегда, зажег. «Опять разлили на пол молоко, и штукатурка с потолка упала». Наивысшего же градуса восторг публики достиг на выступлении сотрудников районной больницы номер 2, инсценировавших известную песню Тимура Шауова. «Иван Иванович Иванов, поразительно здоров, он вкусно ел и сладко пил, и не пьянел подлец». Окончательно присутствующих осчастливил кулинарный конкурс, где высшую оценку по праву заслужил каждый конкурсант, поскольку невозможно определить, что лучше запеченная утка или торт. Кстати, здесь отличился и единственный юноша. Он лично выпек дивное на вид и вкус творожное печенье. «Это как бы экспонент был, как я говоря. То есть все было сделано буквально за два часа, то есть придумано и сотворено». В результате вышеизложенного победителями районного конкурса медсестер стали занявшая третье место медсестра Одинцовского родильного дома Надежда Смирнова, второе место у Натальи Игнатенко из районной больницы номер 2 и первое место присуждено участковой медсестре городской поликлиники номер 3 Татьяне Участновой, которой теперь предстоит защищать честь района на областном конкурсе. «Наиболее трудно, конечно, выступить перед залом, собраться. Все наши профессиональные навыки, которые мы используем каждый день в нашей работе, мы всегда должны быть готовы к этому». Ольга Винтер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».